Приветствую дорогие друзья! Так уж получилось, что у вас в кармане или на столе или под матрасом в доме есть полмиллиона рублей. И что мы будем делать с этими деньгами? Давайте рассмотрим несколько вариантов. По идее деньги должны делать деньги. Не положить ли эти деньги в банк? Но в банке проценты упали настолько, что скорее всего они даже не отбивают галлопирующую инфляцию. Поэтому деньги скорее всего прирастать в банки не будут. Может быть бизнес? А что у нас с бизнесом? С бизнесом в нынешних условиях однозначно надо бы повременить. Хотя Бордюр Сергеевич... Нет, как его? Сергей Бордюрович Собянин вроде как обещал ослабить хватку самоизоляции. Вообще странное происходит, согласитесь. Когда было не такое уж большое количество заболевших, они ввели строгача. Всем сидеть дома. Да вот, собственно, сами посмотрите. Без необходимости не покидать свои зрения. Закраните свою здоровь. Не забудьте, пожалуйста, не забудьте. Не забудьте установленный порядок. Не забудьте себя, спасибо. Ну а теперь, когда в день, они же нам утверждают из своих телеэкранов, что ежедневно только в Москве появляются новые случаи заражения, и эти случаи тысячи, вот сегодня было шесть с лишним тысяч, они собираются вроде как снимать ограничения. Вообще, где логика у этих руководителей? Можно ли делать бизнес в стране, которая управляется такими руководителями? Поэтому я предлагаю поступить, просто купить новый автомобиль. Итак, делаем запрос в интернете. Полмиллиона рублей максимальная сумма. И начинаем выбирать. Как вам это нравится, ребята? Ни одного. Что, неужели на этом ролик уже можно закончить? Как же так? Неужели? А может быть, все дело в том, что поиск почему-то не рассматривает отечественные автомобили, которые есть в этом диапазоне цен. А как же пресловутое импортозамещение? И так, оказывается, если поискать, то можно, например, найти Лада Гранта Седан. Вполне себе интересный автомобиль, на мой взгляд. А если посмотреть вид сзади, так вообще дизайнерские решения мне нравятся. Силуэт у этого автомобиля очень динамичный такой. Я допускаю, что седан может не всем хочется, но есть и хэтчбэк. И он тоже укладывается в указанную нами сумму. А сзади этот хэтчбэк вообще смотрится очень необычно. Да и внутри все вполне себе современно. Для желающих возить побольше есть кузов универсал, который, кстати, сбоку тоже смотрится весьма динамично. И тоже неплохо смотрится, если посмотреть сзади. Да и внутри есть дополнительные возможности по трансформации салона. Для сегмента B, коим, собственно, является Лада Гранта, мировые производители обычно ограничиваются тремя типами кузовов. Но у Лады Гранты есть свой путь. Лада Лифтбэк – еще один тип кузова, который смотрится еще более динамично против своих собратьев. И сзади тоже он смотрится ничего себе. А внутри есть даже коробка автомат. Вы не ослышались? Вы можете приобрести Лада Гранта с автоматом по цене менее полумиллиона. Но, как оказывается, даже это еще не все. Есть еще внедорожная версия Гранта Кросс. Правда, это совсем другая история. Ну, просто потому, что эта история стоит дороже, чем полмиллиона рублей. Правда, дороже совсем чуть-чуть. Я думаю, можно добавить. Чтобы приобрести этот, ну, совершенно уникальный автомобиль с внедорожными характеристиками. Только Лада отнюдь. Если мы зайдем на сайт другого производителя, Datsun, на официальный сайт, то и на этом сайте, оказывается, есть автомобили до полумиллиона рублей. То есть, по большому счету, мне непонятно, почему некоторые российские порталы не показывают эти модели, когда задаешь поиск, чтобы их увидеть. Может быть, основная проблема заключается в том, что, несмотря на то, что это иностранный бренд, это все-таки отечественный автомобиль, потому что собран он там же, где и собирается Лада Гранта. Собственно, на базе Лады Гранты этот автомобиль и был построен. Может быть, наши интернет-порталы исключают из поиска именно отечественного автомобиля? Как видим, полмиллиона вполне достаточно на покупку нового автомобиля. Надеюсь, у вас они есть. За всем прощаюсь. Поддерживайте отечественного производителя.